Здравствуйте, друзья! Вы на канале Прошу к столу. Я очень люблю воздушные десерты с ягодами, но кто же их не любит? И когда мы говорим о воздушных десертах, конечно, сразу в голову нам приходит десерт Павлова. Ну что может быть вкуснее нежного безе и ягод? Конечно, вы все уже, наверное, готовили этот десерт, но может быть тот, кто еще не решился его приготовить, я сегодня покажу вам, как же все-таки он просто готовится. Начнем! В чистую и обязательно сухую миску отделяю белки от желтков. Яйца должны быть комнатной температуры. На маленькой скорости взбиваю белки до образования пузырьков, добавляю щепотку соли и лимонный сок. Немного увеличивая скорость, продолжаю взбивать до образования пены. Теперь небольшими порциями добавляю сахарную пудру и увеличиваю скорость на максимум. И буду взбивать 8-10 минут. Белки взбились до стойких пиков. Масса получилась плотная и глянцевая. Смотрите, какая красивая плотная масса получилась. Духовку я уже разогрела на 190 градусов. Потом мы будем уменьшать жар в духовке, когда поставим туда запекаться меренговый корж. Так, я это все снимаю сейчас. Теперь я добавляю где-то примерно чайную ложечку экстракта ванили. и кукурузный крахмал. Обязательно его нужно просеять, чтобы не попадало никаких комочков. И теперь аккуратно все это перемешаем. Теперь меренгу будем выкладывать на пергаментную бумагу, чтобы она не скользила. Я немножко так промажу и приклеиваем бумагу. Приректос тарелок. Приректос тарелок. Приректос тарелок. Постой Tommyнг. Какими друзьями. Приректос тарелок. Календарь. Ну вот, корж сделали. Теперь я еще раз повторяю, что духовка у меня была разогрета на 190 градусов. Теперь я уменьшаю до 110 градусов. И ставлю запекать туда корж минут на 30-40. Друзья, посмотрите, какая красота! Теперь приготовим крем. Для крема я беру обезжиренный творог и жирные сливки. Вы можете использовать любой творог, как вам нравится. Просто, мне кажется, уже достаточно будет жирных сливок. К творогу, к сливкам, вернее, я добавляю ложечку сахара, может быть, даже полторы. И буду сливки взбивать. А к творогу я добавлю немножечко экстракта ванили. Хорошо это все перемешаем. Ну вот, сливки готовы. Теперь я буду перекладывать сливки в творог. Сверху на безе выкладываю крем. Украшаю торт свежими ягодами. Клубника, малина, голубика, черешня. Я люблю, когда ягод много. Так вкуснее. И еще добавлю несколько листочков мяты. Друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Нежный воздушный торт Павлова. Действительно, готовится очень легко и просто. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Прошу к столу и приятного вам аппетита.